всем привет друзья итак продолжаем играть в стелларис и кое-кто в комментариях написал мол пора браться за левиафанов вот и я подумал а почему бы и нет я вообще-то боялся терять флот на них но флот у нас уже достаточно крупный чтобы ничего не бояться вот так что начнем вот с этого красавца для начала флот мы пока что припаркован я правда не знаю будет ли дефицит минералов сейчас когда мы отправим мой флот в бой как вы помните во время войны постоянно не хватало ресурсов из-за того что расход увеличивался на корабли ну ладно это не важно да кстати по поводу левиафанов хочу всем посоветовать еще использовать такие анклавы вот есть такой анклав под названием сейчас скажу анклав кураторов да вот и они могут вам рассказать немного об этих самых левиафанах расскажите нам о тайнах вселенных эфирный дракон загадочная крепость пожиратель звезд межпространственный ужас ну это короче все левиафаны в игре они могут рассказать о них самих откуда они взялись и самое рассказать как их уничтожить вот но я уже спросил как уничтожить нужно как-то настроить какие-то щиты я чуть не понял что он имел ввиду под всеми этими настройками вот может просто поговорив с ними мне будет проще и уничтожить мне сразу дали какие-то бонусы против этого дракона это он наверное из-за дрейк я надеюсь что это он вот тот левиафана о котором там было написано просто по-английски из-за дрейка из как приводится из-за дрейки не знаю дан так и переводится так ладно 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 блины сниже так доктрина боевой порядок к армии плюс 10 снижается на минус 20 из-за вклада федерации у меня перебор с флотом опять не вовремя немножко не вовремя колонии установлены отлично так мы сейчас мы быстренько этот дефицит избавимся от этого вот дело то из-за этого тоже проблемы будут стоимость обслуживания ваших военных кораблей увеличивается ну понятно на 0 процентов сейчас я быстренько своими колониями здесь разберусь который поставил чтобы чтобы не забыть вот тут я за кадром как всегда поиграл немножко давайте-ка смешаем здесь уже есть одна ракетная один ракетный космопорт думаю стоит вот этот вот поставить вряд ли на эту систему кто-то нападет она находится в глубине федерации в самом центре можно сказать так где-то еще эту колонию бахнул а здесь где-то здесь нет сейчас я быстренько и пойдем левиафанов убивать блин а куда ж я отправил-то клонист вроде бы сюда нет здесь уже жили блин черт я за запутался сюда что ли это здесь нет не сюда блин е-мое потерял одного колониста где-то тут он должен был высадить короче ладно ладно не будем париться да не будем париться берем короче флот пробуем его отправить посмотрим ну подождем пока соберется еще два корабля подлетят и тогда отправимся что у нас фракциями надо за этим делом следить потому что я сейчас не занимаюсь притеснением некоторых из фракции из-за того что идет интеграция Эквиан Лиги Эквиан Лиги вот кстати как у нас дела как у нас дела с этой Эквиан Лигой скоро она уже присоединится к нам 88 месяцев вот ну Куварианы по-моему пока не хотят со мной драться Куварианы кстати отношения отношения даже улучшились и улучшаются потихоньку потихоньку да я еще посмотрел обзоры этих патчей Левиафаны я вообще не знал что они себя представляют эти Левиафаны что будет если их убить поэтому я особо и не стремился этим заниматься но я так понял что они охраняют какие-то ресурсы в тех системах в которых они обитают эти ресурсы принесли бы большую пользу вот почему стоит их убить как минимум исследовать их нельзя там кораблями исследовательскими их останки но возможно какие-то исследования тоже добавят не знаю но главное то что они охраняют что-то важное ценное вот так же к чему это все говорил а блин нет все таки я а да 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 все там короче описывалось и Левиафаны в одном видео и вот эти вот древние империи которая проснулась у нас так вот в начале игры я поставил только одну империю но я специально поставил только одну империю вот древних не знаю с чем я это сделал надо было поставить хотя бы две ну или вообще не трогать пусть было бы четыре и суть в том что на определенном этапе развития я уж на каком я тут не знаю вот они выходят выходят за предел своей империи начинают колонизировать все подряд но при этом они должны были объявить войну другой другой вот такой же империи как они у Гаши вот но у нас нет ни одной у Гаши империи и в этом конфликте нам бы пришлось выбирать сторону за кого воевать ну то есть не пришлось бы мы могли бы выбрать сторону кому из них помочь вот но так как у нас одна империя мы этот ивент пропускаем к сожалению да ну будем учиться на ошибках я думаю что мы еще запишем какие-то прохождения по Соларису в будущем ну а пока давайте просто завершим это потихонечку будем завершать так самая главная цель это одержать какую-то победу победить куварионов ну что там флот прибыл надеюсь да прибыл все полетели вот сюда да вперед я смотреть не буду как летят наши корабли о сразу дефицит по минералам но пока что вроде как все стабильно давайте мы эти деньги лучше потратим а вот эта планета подождите а где она а так она рядом понятно так самопортик здесь сейчас бахнет она была скрыта под моим флотом я ее не заметил хе 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 так ладненько давайте ка солнечные панели А что у нас на поверхности? Андроиды сидят Что у вас с едой? С едой все отлично, даже перебором Если честно, вот здесь можно Минеральную станцию поставить У меня по-прежнему Добывающие станции первого уровня Что-то я не врубаюсь Я помню учил второй уровень Добывающих станций, а ну-ка нужно где-нибудь найти Вот, первый уровень До сих пор, я уже выучил технологию Блин, в одной серии там есть где-то Где я выучил технологию Второго уровня добывающей станции Но она Не появилась, я не могу улучшить К сожалению Не знаю уж в чем дело В чем прикол Так, давайте-ка все Что с едой? С едой все нормально Так, следование завершено Где? А ну-ка Да, новые технологии, кстати, выучил Некоторые Сейчас я их вам покажу Так как я за кадром теперь играю много Лимит секторов Плюс один Пограничная больница Что дает? Приспособленность плюс 10 Это, конечно, хорошо, но У меня пока есть достаточно планет Для колонизации Стоимость указа Стоимость переселения Лимит секторов возьмем Хочу новые сектора создавать Особенно с минеральным уклоном Нужно создать сектор Перекогнитивный интерфейс Вот что мы выучили Надо будет, кстати, корабли улучшить Ну ладно, мы уже полетели Не хочу Ресурс Биолаборатория Ну это ладно Пограничная клиника Так я же уже выучил Пограничную клинику Что мне еще раз там предлагают Время прироста А, вот Управление атмосферой Это типа Тераформирование Ну тут есть два варианта Тераформирование Это один из них Но мне это особо В этом прохождении не нужно Вот Мои роботы могут жить где угодно Здоровье армии Вот Тераформирование тоже выучено Или не выучено Или это то, что еще предстоит выучить Я что-то не понимаю Маленько Наверное выучено Система основного сектора Количество лидеров в империи Короче, много чего выучили Артиллерию четвертого уровня И скоро пятый уровень Подъедет Артиллерии Так, снимаем с паузы Че я на паузу ухожу Привычка дурная Надо отвыкать Надо отвыкать Так, флот пока летит Пусть летит Пока на маленькой скорости Поиграем Сейчас у меня Сейчас у меня Хотя бы 20 Хотя бы 20 фпс есть Боюсь, если увеличить скорость Будет совсем печалька И главное На корабли не смотреть Так, колониальный корабль Еще один Это орки Орки, кстати, очень быстро Размножаются Очень классные ребята Я решил, что буду сейчас колонизировать Перемешку Так сказать Не только роботами Но и органическими расами Особенно орками Орки, правда, не везде могут жить Так, вот, например Посмотрите Сейчас вам покажу Нет, не здесь Где тут орки живут Продолжаем, кстати, расширять Я сюда колонист отправил Чтобы расширить империю маленько Отхватить еще ресурсов Вот здесь, по-моему, живут орки Да, смотрите Сколько их уже здесь Практически все колонизировали А давайте взглянем На какую-нибудь систему Которая уже давным-давно у меня есть Например, на эту Не важно Смотрите, сколько пустого места Понимаете, в чем прикол? Андроиды еле Еле подстраивают И это уже давно колонизировано Очень давно Даже вот здесь Давайте глянем Ну, здесь, да Здесь уже почему-то Хорошо Я тут, наверное, сам колонизировал Эта система близко к Домашке Ну, не совсем близко Но Я, наверное, сам там строил Подстраивал Так, ладно Ладно Орки, короче, хорошо размножаются Всем советую этих ребят Хотя я их сам создал С модификаторами, которые позволяют им быстро размножаться Переселяться Они любят это дело Короче, они как китайцы Что там с нашим флотом? Флот летит Надеюсь, на нас не нападут в это время Особенно на мой Аванпост Аванпост Иначе мой флот Очень долго будет лететь Обратно Что бы мне еще хотелось выучить Так это Вот это Варв двигатель четвертого уровня Надеюсь, он тут есть Потому что, блин Что-то нам его не предлагают Наша империя уже довольно большая Довольно-таки большая И наши корабли Долго летают Поэтому Да Увеличим Попробуем скорость увеличить Да, ФП сразу упал Ниже 20 Так, улучшим Это дело И да Я думал, что вот эти штуки Это мод В одной из серий Анклавы Вот эти вот Торговый анклав Анклав торговцев Анклав Блин Кураторов Но нет Это все идет С дополнением Левиафаны Вот Ну то есть Как бы Вот эти вот Вообще бесплатные Тут Вот эти вот анклавы Точно я не понял Ну я на английском Слушал, короче На английском Я бывает Особенно если Пиндоский акцент Могу что-то не уловить Пиндосы Они Проглатывают Слова Ладненько Ну Наш 148-тысячный Флот Должен справиться С одним Левиафаном Я думаю Вот будет Умора Если меня сейчас Какой-то Левиафан уничтожит Уничтожит Весь мой флот И это И это будет Последняя серия Друзья Ну разве что Я попытаюсь Одержать победу За счет Колонизации Потому что Такой флот Я собирал Очень долго И я бы не смог Его второй раз Быстро Собрать Не смог бы Колонист Что ли Уже долетел Так быстро Нифига себе Тогда закажем Еще Еще Орков Закажем Нравятся Мне эти ребята Так 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 Кого я тут Заказывал Милитаристов У них К сожалению Нету Таких Как у меня Материалистов Ксенофобы Блин Ксенофобы Ладно Пусть будут Коллективисты Коллективисты Так Что там С нашим флотом Скоро Ты прибудешь Да Уже Скоро На бой Мы посмотрим Правда Лагать будет Пожесть Ой Ну вы уже Заметили Фпс Упадет Ниже Десяти Так что Приготовьте Глаза Дорогие Друзья Закапайте Их Чем Нибудь Не знаю Морковки Скушайте Морковка Очень полезна Для глаз Так Е-мое В одном Прыжке Сейчас Окажется Так Стоп Давайте-ка Сохранимся На всякий Случай Чтобы я мог Откратить Если что Кстати Пока мы летим Пока мы долетаем Блин Исследование Висит Надо изучить Пока мы долетаем До цели Хочу сразу сказать Что 21 числа Выйдет Первая серия Масс эффекта Дорогие друзья Надеюсь Вы поддержите Мое прохождение Так Засуха Нестабильный климат Планеты Муфрид Один Вызвал Сильную Засуху От которой Пострадали Почти все Территории Закор получает От колонистов В бедствующих Районах Просьбы О финансовой Помощи Вот блин Там Короче Что-то Не то С твоей планеты Держите Финансовую помощь Ребят Держите Не бросим Уже мы Свою В беде Что я там Говорю А Масс эффект Андромеда Короче 21 числа Если кому-то Интересно Поддержите Прохождение Своим Просмотром Вот Ну Я рекламирую Свои Прохождения Пока что Так как у меня Не очень много Подписчиков Зрителей Вот Уж Извините Некоторые Уже Кстати Начали Проходить Биовары И И Придумали Какую-то Херню Мол Можете Поиграть 10 часов До выхода Игры Если Подпишетесь На Origin Nexus Это Такая Донатская Хрень Каждый Месяц Платить За Доступ К Каким-то Там Играм Бесплатно О Многие Уже Начали Проходить Сволочи Я Сам Игру Предзаказал Все равно Не удалось Быть Одним Из Первых Кто В нее Поиграет Печалька Так Мы Его Видимо Легко Вынесем Смотрите Насколько Он слаб Правда Он выносит Мне по кораблю За За Один Залп Походу Сколько У него Здоровья 75 Тысяч Ну Когда Долетят Мои Торпеды Ему Жопа Его Окружили Целый Рой Мух Да Это Пипец Бедняга Мне Его Жаль Он Чувствует Себя Как Я Летом Когда Когда В деревню Приезжаю Меня Комары Всего Облепляют Грозный Эфирный Дракон Убит Флотилия Автономус Кластер 01 И Адмирал Юнит Ю 89 Проявили Исключительную Храбрость О которой Будут Помнить Еще Будут Помнить Еще Долго Планету Которую Монстр Так Яростно Защищал Теперь Можно Спокойно Изучить Кто Знает Какие Сокровища Могли Здесь Скопиться За время Прошедших Эпох Похвально Похвально Бедняга Как он Интересно Как он умрет Ага Он Растворился В небытие Ну Он отправился В рай Друзья Он отправился В рай Потому что Когда я читал Описание Мол Было написано Что это Существо Еще из Предыдущей Версии Вселенной Мол Типа Та Вселенная Умерла На месте Ее возникла Наша И надо Лишить Его Страданий Избавить Точнее Вас От страданий Вот Какую Планету Он охранял Нехеровую Такую Блин Строитель Ближайший Строитель Надеюсь Здесь Есть Так Где Вы Да Круто И Флот У меня Почему-то Сильнее Стал Я не понял А почему У меня Флот Стал Сильнее Что такое Не совсем Понял У меня Было 147 48 А теперь 157 Это Как Ладно Не важно Плюс 10 1000 К урону Я Счастлив Такому Результату Научный Корабль И Следуй Какого Хрена Этот Проект До сих Пор Висит Следуй Так Дальше Идем К Следующему Левиафану Это У нас Будет Вот Этот Парень Как Тебя Звать Пожиратель Звезд Давайте Узнаем Про Пожирателя Звезд Я вам Покажу Как Работает Этот Анклав Анклав Кураторов Расскажи Нам О Тайнах Вселенной Пожирателей Звезд Расскажи Подробнее Пожиратели Звезд Новый Паразит На Поле Галактической Охоты Во многом Схожей С вашей Империей Чего То есть Я Паразит Его Породили Страх И Ядерный Синтез Он Путешествует По Галактике Погружается В звезды Чтобы Пожрать Их Изнутри И ему Очень Не нравится Когда Его Беспокоят Что Это За Хрень Пожиратель Звезд Редкое Существо Новая Тварь Неизвестного Происхождения Мы Собрали Лишь Несколько Свидетельств Очевидцев И они Скупы На подробности Лишь Немногие Лично Столкнулись С тварью Но Все данные Указывают На одно Это чудовище Способно Сеять Лишь Разрушение Пожиратель Звезд Питается Энергией Ядерного Синтеза Согласно Нашей Очень Обоснованной Гипотезе Оно Возникло При слиянии Темного Вещества И материи Светил Оно Прыгает Внутрь Звезд И поглощает Их Изнутри Питая Собственный Ядерный Реактор Оно Уничтожает Все системы Куда Попадает После Такого Пришельца Они Ломаются Словно Льдины Так Как его Победить Воспользуйтесь Этим Откалибруйте Оружие По указанным Нами Параметрам И тогда Вы сможете Нанести Удары По Мембранам Связывающим Перещеварительную Систему Пожирателя Повредите Их И его Внутренности Различатся По всей Звездной системе Понятно Как я Должен Откалибровать Я не знаю Я так полагаю Что они Просто Сделали Это Они просто Взяли И Откалибровали Просто Сказав Нам об этом Потому Что Я не знаю Как это Сделать На Флоте Может Можно Нажать Отковать Цель Наземная Поддержка Тактика Что Это За Тактика Текущая Тактика Флотилии Нападения Флотилия Автоматически Попытается Вступить В бой С Вражескими Целями Находящимися В той же Системе Уклонение Наблюдение Пусть Будет Наблюдение Так Ладно Короче Берем Наш Флот И Полетел Вперед В атаку Продолжаем Дохать Сволочей Так Стоп Давайте Подлечь Может Немножко Спасем Хотя бы Один кораблик В следующем Сражении Да Пусть Пусть Подлечится Немножко А я пока Так Дозакажу Или уже Дозаказал Да Дозаказал Нужно еще Короче Одного Каланиста Брать Так Куда ж мы тебя Колони Стаблишь Где Колони Стаблишь Вот Так Так Подстраиваем Космопорты Потихонечку Что-то я хотел Вылетело Из головы А Блин Пипец Вот Только что Смотрел На своих Колонистов И Хотел Воспользоваться Планировщиком Экспансии Тундровый 50% Сейчас найдем Куда их поселить Континентальный Тропический Пустынный 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 Засушливый Высокогорный Может Давайте сюда Отлично И Недалеко Лететь Хорошо Так 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 Что там С ремонтом Долго Еще будете Ремонтироваться Один процент Давай Так Я точно так же Делал Когда работал На стройке Одно время Работу Когда работа Уже подходит К концу Начинаешь Медлить Чтобы Задержаться Подольше Чтобы Новую работу Не дали Так Чтобы Так сказать Не припахали Все Вперед Нового Левиафана Убивать Я по-моему Еще где-то Видел Стопы Где-то Здесь Есть Еще Один Кроме Этого Светильника Вот Здесь По-моему Да Какой-то Ужас Межпространственный ужас Что ли Дайменшинал Давайте Спросим у наших Друзей В анклаве Кураторов Межпространственный Межпространственный Ужас Наши приборы Зафиксировали Мощнейший Выброс Энергии Когда Это Существо Вторглось В наше Измерение Что Это Еще Такое Это Порождение Чистейшей Злобы Возникло В измерении Которое Очень похоже На ад Нифига себе Каким его Описывает Большинство Религий Галактики Мы Видим При этом Лишь Верхушку Айсберга Настоящие Размеры Существа Гораздо Больше Ну Вы сейчас Увидите Какое-то Существо Вы охренеете Гораздо Больше Нам Очень Повезло Что Оно Не сумело Завершить Свой Переход В нашу Вселенную Если бы Это Ему Удалось Оно Уже Поглотило Бо Всю Жизнь В Галактике Как Нам Его Уничтожить Мультипространственный Портал Из которого Оно Вылезло Является Его Самым Уязвимым Местом Ведь Без Него Оно Не Не Может Существовать В нашей Вселенной Мы Определили Несколько Слабых Зон В Энергетическом Портале На Котором Можно Воздействовать Обычным Оружием Передаем Данные Целеуказания Спасибо Друзья Спасибо Так Почему я Не вижу Этот Межпространственный Ужас Вот В чем Вопрос Но Это Не важно Этот Левиафан Ближе Поэтому Сначала Сюда Давайте Заглянем Ну А потом Мы Вынесем Нитракси Старс И Сделаем Их Фассалами А потом Интегрируем А то Они уже Задолбали Постоянно Меня Оскорбляют Сволочь Так Что У нас Со Строителем Летит Летит А Исследователь Исследователь Летит Конструкшн Комплит Констракшн Комплит Да Закажем Здесь Кстати Флот Артист Скорострелка Скорость Штаб Линкор Штаб Линкоры Штаб Линкоры Ну вот Этого Парня Закажем О Сейчас В бой Зайдем Сейчас Мы Друзья Окажемся Прямо В гуще Событий И этот Левиафан Наверное Будет Сильнее Не знаю Они вообще Отличаются По силе Потому что Тот Был Поменьше Которого Мы В предыдущей В предыдущей Системе Убили А этот Будет Вообще Громадина А тот Который Солнце Пожирает Вообще Страшно О Началось Так Так Я же Вас Отправил Убивать Ну что Давай Смотреть Сколько У него Жизней О Да Он Сильнее У него 100 Тысяч Жизней Там Было 75 Тысяч Но Мы Все равно Должны Побеждать Правда Будет Больнее Что он Делает Что это За вспышки Такие По моим Охренеть Как он Троих Сразу По моему Уган Дошел Да он Еще Такого Расстояния Мудохать Что Просто Жесть Мне Мне Наверное Показалось Что он Троих Сразу Гандош Хотя Я не Уверен Такой Красавец Да Какая У него Пасть Огромная Что Нравится Нравится Дьявольская Отродия Из Измерения Адового Почти Добили Блин А пять Тысяч Пять Тысяч Флота Снес Мне Он же Не Бьет Мой Мой Флагман Флагман Цел Вроде Цел Злобное Существо Которое Пыталось Прорваться В нашу Вселенную Возле Системы Неваги Блэкхол Было Изгнано Обратно В свое Пространство Почему Изгнано Надо было Убить Только Время Покажет Удалось Ли Нам Достаточно Ослабить Его Чтобы Удержать Там Навсегда Мы Зафиксировали Некую Аномальную Энергию Должно Быть Оставленную Межпространственным Разрывами Которые Открывало Это существо Изучение Этой Энергии Может Привести Нас К новым Научным Открытием Ого Так Так А здесь У нас Есть Исследование Здесь у нас Есть Исследование Так Забей Чувак Иди Лучше Сюда Следуй Технология Так Технологии Я люблю Но Мы Потеряли 5000 5000 Флота Так Давайте Полечимся Прежде чем Пойдем Следующую Цель Убивать Так Давайте Когда Закажем Еще Кораблики Крейсер Нужно Восстановить Потери Сейчас Я скажу Кое-что Что Хотел Сказать Нельзя Отрицать Что Атмосфера На планете Ридор 2 Вызывает Интоксикацию Хотя Весьма Приятную И даже Полезную Для некоторых Целей Однако Наиболее Консервативная Часть Граждан Планеты Коллективное Сознание Настаивает На принятии Решительных Мер Для Защиты От газов Возможно Вызывающих Привыкание Пусть Самолчат Нет Пусть На планете Все будет Так Как Есть Давайте Устраним Блин Еще Ситуативный Лог Устранение Гальциногена Давайте Устраним Так Что Я Хотел У людей Правда Ломка Начнется Да Хотя Давайте Блин Может Реально Не стоит Ну Вроде Никаких Побочных Вектор Нам Не Показало Надеюсь Все Будет В Порядке Последим Пока Что За Научным Экспертом Может Нам Сейчас Двигатель Червоточин Дадут И мы Сможем Моментально Прыгать В разные Системы Как думаете Атмосфера На планете Ридар 2 Теперь Очищена От Вызывающих Интоксикации Элементов Поздравляю Рад За них Строительство Завершено Колонист 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 Экспансия Куда же Те отправить Морки Мало Где Могут Жить В холодных Мирах Они Предпочитают В тундре Например Могут В Арктике Могут Давайте В Арктику Сюда Посадим Здесь Они Сами Квадраты Почистят Я надеюсь Арктика Это Как раз Для них Вперед Мало Арктических Планет Здесь Здесь У нас В этой Галактике Следователь Как долго Будет исследовать Нигде не написано Блин Паузу Снимаем Строитель В первую очередь Построил Добывающую Станцию На Местном Аналоге Юпитера Вместо Того Чтобы Строить Вот На Этих Вот Самый Богатый Минералами Источник Так Ладно Че там Починились Починились Хорошо Что у нас С флотом Рассаж Комплит Че там Че так долго Строите Крейсер Ну Я понял Крейсер Построили Вот Это Вот Это Комплит Изучение Аномальной Энергии Межпространственных Разрывов В системе Нивоги Блэкхолл Наконец Принесло Результаты Энергия Использованная Для создания Этих порталов Не похожа Ни на что С чем Ранее Сталкивались Чего Я Прочитал И Знаете Бывает такое Читаешь Читаешь И Просто Не задумываешься О том Что читаешь Так что Я Просто Прочитал И не понял Что Изучение Аномальной Энергии Межпространственных Разрывов В системе Так Наконец Принесло Результаты Энергия Использованная Для создания Этих порталов Не похожа Ни на что А Понятно С чем Мы раньше Сталкивались Самое Интересное Что Согласно Теории Наших Ученых При Использовании Этой Экзотической Энергии Можно Создать Новый Способ Межзвездных Путешествий Круто Круто Технологию Какую-то Наверное Можем Теперь Учить Обшивка С кристальным Покрытием Что Дает Здоровье Корабля Плюс Здесь О Добывающее Предприятие Но я Уже Учил Это Блин Может Я Не в этом Прохождении Учил Ладно Добывающее Предприятие Будем Улучшать Увеличивать Прибыль Нужно Восстановить Так сказать Силы Немножко Крейсеров Настроим Сейчас Маленько Сейчас Где торговцы Анклав Торговцев Чем вы Торгуете А Тоже Минералы Ну ладно Так Окей Где Еще Тут Можно Дозаказать Ладно В Закоре Дозакажу Артушка Реносис Два Два Штуки Этого Должно Хватить Чтобы Восстановить Потери Мы Мы Так И не Нашли И Россианских Артефактов Нигде Да Так Ладно Можно Короче Лететь В бой Ты Следующий Дружок Он Наверное Тоже Сильнее Ну да Ладно Ничего Страшного Так Стопе Нужно Блин А у меня Нет Потратил Блин Минералы Энергокредит Надо было Узнать Как его Уничтожить Для начала Стеллар Девауэр Или я Уже Спрашивал Переместим Пока Флот Просто Поближе Вот сюда Или Вот сюда Что ли Машина Бесконечности Кстати Это тоже Оказывается Левиафан Машина Бесконечности Это тот Шарик Который В системе Появляется Который Изучает Бесконечность Вот В чем его Смысл Я так и не понял Мы ему помогли Но ничего Не произошло Пожиратель звезд Пожиратель звезд Новый паразит На поле Галактической охоты Вы много Во многом Схожи С вашей Империей А ну мы читали Да Мы спрашивали Как победить Его Да Походу Спрашивали Так что Все нормально Колонист Колонист А что ты так долго Летишь Идем в бой Идем в бой Давайте расширим Сектор Как он называется Блин А как бы просто посмотреть на планету Узнать Каком она секторе Губернатор Губернатор сектора Находится на планете Губернатор Юнит ТЛ Ю 68 ТЛ Ю 68 Управление Сектором Давайте расширять Пусть Пусть они Застраиваются Отличненько Вроде как Да Все хорошо Все хорошо Так Что у нас Ждем до текания Да Хочу максимум сил Собрать перед ударом Перед ударом Что еще можно А да 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 Вот что я хотел еще посмотреть Сколько там осталось Пришла очередь Вашей империи Председательствовать Федерации Круто Федеральный флот Из Знать что Давайте-ка Подтянем Федеральный флот Вперед Тоже вступит в бой Поможет Поможет нам Так 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 А Эквианы 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 Сколько там осталось До вашей интеграции Успеем в этой серии Как думаете А что вы такие Недовольные Минус 16 41 месяц Блин Держите торговое соглашение Вот вам исследование Жрите Жрите Твари Хватало Хватало еще Чтобы они тут Сбунтовались Против моей власти Что вам не нравится Вы же будете Вы же будете В огромной империи Я вас в цивилизацию Я вас в цивилизацию Принимаю А вы А вы Недовольны Этим Так Сейчас ждем Короче Дотекания Десятитысячного флота Наших союзничков Так Куда он полетел Я чуть не понял Давай сюда Быстрее Задрал Хотел объединить А он взял Почему-то Обратно полетел Не в ту сторону Коллективное сознание Неправильное название Коллективный разум Сознание Оно одно Коллективный разум Создает единое сознание Вот что я имею ввиду Немножко неправильно Назвал Свою Скоро вы там Объединитесь Ребята Создает единое сознание Я вас жду Федералы Прилетают И мы идем в бой Отлично Сейчас увеличится Добыча минералов Ракета Хищник Нифига себе Я даже хочу выучить Кинетическая батарея Обшивка Блин Ну и обшивку Хочется выучить Все время Дают оружие А я хочу Обшивку Маневрено 40% Да блин Короче Я обшивку Выучу Все Обшивка Я уже Я уже Исследований Так не знаю 10 подряд Откладываю Изучение Новой брони Нужно Куда вы летите Кто ими управляет Я нифига понять не могу Почему они меня не слушают Опять полетели назад Я здесь главный Надо короче брать их под контроль Сейчас Только прилетят Давай быстрее Отлично Все Теперь они не отвертятся Идем в бой Так Ну вы видели Короче Я федералов Пригнал А они взяли И полетели назад Сами по себе Блин Этот искусственный интеллект Он задрал Я лидер федерации В данный момент Они должны меня слушать Остайл Флит Энгейдж Остайл Флит Энгейдж Сколько у них Тоже 100 тысяч В принципе Здоровье Защитников Нифига себе Чем он там Отдохает Че это такое Летит Мне навстречу Уворачивайтесь 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 Мужики Блин Сбить Пытаются Пытаются Сбить Пытаются Сбить Удается Нет Надеюсь Они успевают Сбивать Эти штуки Вроде Успевают А вот И федералы Вот Федералы Все Хватит Кушать Наши звезды Пора Пора умирать Извини дружок Но ты Отжил Своё Пожиратель Звезд Побеждён Тело Застыло В свёрнутом Положении А большая часть Его ткани Испарилась Уцелели Лишь Пищеварительная Система И вещество Звезды Заключённое В ней Наша научная Группа Настояла на том Чтобы изучить Останки Возможно Понимание Устройства Его Пищеварительной Системы Даст нам Какие-то Важные Знания Изучить Тело Сделать С него Трофей Дает Доступ К уникальному Для Империи Сооружению Трофей Из Пожирателя Звезд И влияние Плюс Пятьсот Блин Влияние У меня И так Почти Почти на максимуме Пожиратель Звезд Давайте Изучим Изучим Тело Возможно Какую-то Технологию Получим Так Научник Давай сюда Следуй Ну-ка Как он умрет Что с ним Случится Тоже Тоже Растворился Растворился В пустоте Бедняга Все Федералы Можете лететь Боседос Даже не успели В бою Поучаствовать Засранцы И я опять Потерял 4000 Своего флота Так Все Возвращаем А Подождите Стоп Может еще Где-то Кого-то Убьем Что такое Энигматик Фортресс Тоже По-моему Левиафана Если Я не Ошибаюсь Энигматик Фортресс Проблема В том Что она Находится Не В моей Федерации Так Ладно Давайте Короче Подгоним Флот Сейчас В том Направлении Посмотрим И вообще Это Левиафан Или нет Давайте Узнаем В анклаве Кураторов Расскажи Нам Загадочная Крепость Столито Но Такие Нелепые Огромные Самовос Самовос Восстанавливающиеся Конструкции Уже Больше Не строят Наверное Это К лучшему Любую Постройку Можно разрушить Крепость Не раз Покоряли Но она Всегда Восстанавливается Несколько Древних Империй Галактики Оказались На грани И даже За гранью Безумия Не сумев Раскрыть Тайны Крепости Или Навеки Уничтожить Ее Она Настолько Занята Самовосстановлением Что Похоже Не преследует Каких-либо Иных Целей Можно Либо Войти В Крепость Энергокредиты Минус Тысяча Так Кто построил Крепость Откуда Крепость Берет Энергию Что еще Вы можете Предложить Так Можно ли Войти В крепость Давайте Спросим За тысячу Минералов Да Вот я Блин Я хотел Там что-то Сказать Уже Где-то Полчаса Назад И забыл За все Вот эти Вот вопросы К Анклаву Этих Ребят Вам придется Платить Энергокредиты Вот Если вы хотите Узнать Уязвимости Этих самых Левиафанов Вам придется Заплатить Пять тысяч Энергокредитов Поэтому Советую Подкопить Бобосика Здесь вот Мы платим По тысяче Пока что Можно Хотя сейчас Мало кто Пытается Это сделать Находясь В отключенном Состоянии Крепость Лишина Питания Не полностью Она Пытается Направить Энергию На полный Перезапуск Своих Систем Соблюдайте Осторожность Что это значит То есть Я могу Туда войти Нет Я могу Отправить Туда Не знаю Строительный Корабль Высадить Десант Прикольно Выглядит Так Ладно Флот 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 Надо тебя Передислоцировать Куда-нибудь Поближе К крепости Лети сюда А пока Что Здесь Тоже Устроим Где-нибудь До заказ Если У меня Есть А Нету Здесь Нету Где-то Должна Быть Глумики По-моему Достаточно Развитая Вот Тут Так Авианосец И Какой-нибудь Квесерок Колония Ставлена Вот так Колония Стаблиш Говорит Так Нужно Сразу Поставить Правда Денег Нет Нет Доступа Флотилия 162 Транспортная Флотилия Пришлось Вернуться В систему Киакара Система Ландир Блин Мишары Проклятые Мишары Опять Доступ Закрыли Я же Воевал Ради Открытого Доступа Он Что Закрывается Постоянно Опять Вы Опять Войны Захотели Ребят Куда Вы Делись Ладно Надо Объединить Так Ну где наш флот Где наш флот Чем занимается Сейчас мы его починим Где нибудь Да Кстати Мы можем Останавливаться В федеральных Системах Поэтому Не обязательно Лететь В свои Собственные Так Колонисты Колонисты Продолжаем До заказа Колонистов Орки Милитаристы Забавно Учитывая Что они Вроде как Должны быть Пацифистами Я их Такими Создавал Так Что-то Что-то Я думал 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 Раздумал А хотел Глянуть Что там у нас Добыча А все 32 И 30 Минералов Вообще Шикарно А я с исследованием Изучаешь Или еще нет Что не успел Долететь Ну что ж Сейчас мы еще И крепость Уничтожим Правда Я хочу Сразу Подогнать Исследователя Своего Чтобы Вдруг Федералы Корусанты Не вмешались И Не украли Мой проект Если вдруг Там будут Исследования Когда мы Убьем Эту крепость Так что Дождемся Нашего Исследователя Или у меня Где-то есть Еще один Сейчас посмотрим Так Да Как раз таки Близко Есть Один Исследователь Лети сюда Дружище Правда Первого уровня Не знаю Ну-ка Не важно Какого уровня Исследовать Это походу Так что Нормально Вот из этой музыки Которая сейчас играет Вроде бы Из-за нее На видео Постоянно вешают Рекламу Причем Не мою рекламу Я тоже Вешаю рекламу На видео Чтобы Ну там Заработать Пару бакс В месяц Игрушку Какую-нибудь Купить Да Но тут Типа Права У кого-то Есть на эту музыку И поэтому Они вешают Свою рекламу На мое видео Сволочь Так Изучение Сияющих Останков Пожирателя Звезд Оставило Нашим ученым Оставило Наших ученых В замешательстве Изумления Существо Пожирающее Звезды Оказалось Миниатюрной Плавильной Печью Собирающей Солнечное Вещество Для синтеза Собственного Источника Энергии Поскольку Тело Все еще Содержит Значительное Количество Солнечного Вещества Взятого У звезды Системы Ускомия Которая Существо Питалось В последний Раз То возможно Есть шанс Извалиющую Энергию И оживить Звезду В краткосрочной Перспективе Сбор Остаточного Тепла Из тепла Мог бы Удовлетворить Наши собственные Потребности В энергии Но Брег бы Систему На вечный Ледниковый Период Попробуй Снова Разжечь Звезду Мы можем Забрать Минералы Отсюда Блин Не будем Разжигать Звезду Следуй Давай Разожги Звезду Дружище Разожги Я не знаю К чему Это приведет Но мне Очень интересно Звезда Правда Горит Она у нас Называется Короче Блин Забыл Какого класса Эта звезда Но она светит Белым Белым Свечением Это значит Что у нас Очень жарко Жарче чем даже Наше солнце Вот Так Так что Что будет Если мы ее Разожжем Сверхновая Было бы печально Было бы печально Продолжаем До заказ Так Сминцы Какие-то Крейсера Чего Корабли флота Полностью Восстановлены Хорошо А Пять минералов Некуда девать Сейчас Перекомментируем Только Найду Где Наши торговцы Клав Торговцев Ох Хорошо Так Роктяж Тяжок Артист Броне Торпедник Вот это Возьмем Считодатель Вот это Вайфер Сменить Крейсер Крейсер Какой-нибудь Восстанавливаем Флот Перед Следующей Атакой Больше Нигде Нету Левиафанов Какие там Еще есть Дайте гляну Какие Еще Остались Так Не то Выбрал По-моему Машина Бесконечности Здесь где-то есть Машина Бесконечности Не совсем Вкурил Так Мы всех Левиафанов Походу Прикончили Я надеюсь Остался Только Один Крепость Куда Мы тебя Проделим Проект Увенчался Успехом Погружение Пожирателя В звезду Системы Ускоме Разожгло Пламя Солнечной Печи Температура На планетах Системы Повышается И она Возвращает И они Возвращаются В прежнее Состояние По мере Восстановления Их Экологии Среди них Есть Замерзший Мир Который После Оттаивания Оказался Идеальной Планетой Подходящей Для колонизации Отлично Похожите Мне Я хочу Взглянуть Ой Что-то Взорвалось Надо было Надо было Следить Офигеть Сколько планет Для колонизации Замерзший Мир Кстати Подошел Оркам Наверное Зря Я все-таки Отогрел Ну ладно Тундровый Тундровый Мир Им Подойдет Да уж Пустые Квадрат Еще нет И здесь Так Куда Вас Да Здесь Вы не сможете К сожалению Поселиться Кстати Количество Миров Подходит К концу Ну То есть Их Еще Много Да Но Для Орков Уже К сожалению Вот Это Последняя Планета Летите Колонизируйте Ребят Так Что там С фракциями Давайте посмотрим Нет ли проблем Никто Вроде Не бастует Все Рады Довольны Жизни Это Хорошо Так Вы у нас Кто такие Люди Ага У нас Еще и люди Есть Давайте Людей Создадим Так Индивидуалисты Ксенофилы Вот Пусть бы Ксенофилы И материалисты Или нет Сейчас Глянем Вот эти Вот Эти А Сейчас Ребята Мы разберемся с последним Левиафаном Он же Крепость Продолжение следует Редактор субтитров Умик Умик Надо с нескольких Космопортов Дозаказывать Правда Не все Они улучшены По последнему Слову Техники К сожалению Блин Ладно Не буду Хотя Давайте Улучшим Счет По Максимуму Ладно Я устал Ждать Дожидаемся Последнего Последний Линкор Идем В бой И Наконец-то Мы Завершим Завершим Поход На Левиафанов Узнали Мы Много Нового От Них И Приобрели Ценные Ресурсы Что Очень Очень Хорошо Спасибо Тому Комментарию Под Предыдущим Видео А то Я уже Совсем Забыл Еще Что Левиафаны Имеются У нас Вот Если Б Не Ты Дружище Видите Как полезный Комментарий Иногда Они Порождают Идеи Так Что Пишите Не Стесняйся Готово Вы Подлечились Подлечились Молодцы Наш Исследователь Где Переместись Сюда Поближе А вы Поехали В бой Друзья В бой Мочим Засраться Надеюсь Коросанты Не Помешают Нех Изучить И Победа Будет Засчитана Мне А не Им Ну Знаете Из-за Того Что Этот Левиафан На их Территории Находится Это Влияет Надеюсь Что Не Влияет В Так, ну что ж, атаковать или нет, враждебный, атакуем, поехали. Последний, последний левиафан, который, возможно, нас уничтожит. Нереально, стрёмно, не понять, сколько у него здоровья. Так, что происходит? Охренеть! Какой дефицит! Вдруг! Простите, у меня развалил... А, понятно, понятно, всё нормально, всё нормально. Фух, ну, блин, напугали, сволочи. Напугали. Мы интегрировали Эквианов, друзья, мы это сделали. Всех поздравляю с большой победой в данном случае. Большой бескровной победой. Не пришлось отрывать от них по куску. Один раз победили, сделали вассалами, интегрировали. Так, сейчас нужно создать новую федерацию. Ой, сектор, точнее, новую федерацию. Сектор. Который будет у нас ориентироваться... Даже два сектора, наверное. Сейчас создам. Один на минералы, один... Просто... Так. Надеюсь, что два сектора получится создать. Один на баланс производства. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять. Шести, думаю, хватит. Так, я смогу создать еще один сектор или нет? Да, смогу. И нам прибавились планеты, подходящие для орков. Отлично. Вот так вот. За одно мгновение. Ну, то есть, не за одно, конечно, мгновение. Я долго их интегрировал. Но все же... Мы получили... Столько систем в свое распоряжение. Аж четырнадцать, по-моему, штук. Уже заселенных. Так, одну из систем я оставлю под своим контролем. Эр-доску. Эр-доску хочу оставить, но нужно кого-то определить тогда. Кого хрен знает, кого. Здесь придется создавать что ли? Ладно, ладно, не буду париться. Добавляем. Сектор. Отлично. Так, теперь нужно разобраться. Вот этому сектору мы назначим добычу минералов. Как ты называешься-то? Я хочу увидеть название. Shadow Nebula. Нет. Ты что, так и называешься, что ли? Не, Барду. Барду. Так. Барду. Настройка. Промышленность. Отлично. И нальем ему маленько энергокредитов. Вот так. Здесь тоже самое нужно сделать. Баланс. Оставим здесь баланс производства. Мы можем назначить лидеров? Нанять? Нет, не можем, к сожалению. Два сектора будут без лидера. Ну и ладно. Ну и ладно. Наш флот уже не припаркован, и при этом у нас уже нет такого сильного дефицита по минералам. И все благодаря тому, что мы интегрировали эквенов. Заполучив их ресурсы. Класс. Удачная серия, как мне кажется. А то обычно заняться вообще нечем. Только подстраиваешь флот, сидишь. А тут и левиафанов уничтожили, и империю расширили. Лепота. И сейчас посмотрим, насколько она удачная. Удастся ли нам добить последнего левиафана. Хостел флит ингейджет. Простите, я не понял. Эллиан Хаев. Улии пришельцев. Улии пришельцев, вы поняли? Я надеюсь, они победят этот улии пришельцин. И я смогу изучить. Не, что-то не удалось. Отступать, ребят, не нужно. Но будем знать, здесь какой-то Эллиан Хайв, который тоже нужно уничтожить. И мы этим займемся. Мы получили этот улей вместе с новыми территориями. Так, а здесь уже Мочилово идет вовсю, и причем больно. 50 тысяч, правда, всего здоровья. Но смотрите, сколько мне уже вынесли. Что с моим? Ты живой? Да, живой. После уничтожения средств защиты вокруг древней конструкции мы, возможно, найдем способ изучить ее тайны. Проникновение туда и перемещение внутри могут представлять трудность. Но кто бы это ни построил, о таких технологиях мы можем только мечтать. Все усложняется еще и тем, что крепость, похоже, восстанавливается. Некоторые из тех, кто помогал разоружить крепость, вызвались добровольцами, чтобы попытаться войти туда и все изучить. А подмогу обеспечит штаб на планете The Core. Выполнение этой миссии, несомненно, потребует от нас немалой изобретательности. Дайте добро. Даю добро. Пусть наше технологическое отставание от строителей крепостей измеряется многими веками. Одно изобретение остается на все время. Закрытая дверь. Да, закрытая дверь это изобретение на века. Вынудив крепость отключиться, мы обнаружили, что все входы заблокированы. Команда отправлена на исследование крепости. Обнаружилась шлюзовую камеру, которую, вероятно, можно открыть снаружи, если она в исправном состоянии. Мы найдем кого-нибудь, кто поможет команде. Так, смотрим. Потери в ходе экстренного сверхсветового маневра. Корабли потеряны один, блин, потеряли. Боевая статистика флотилии. Срочный проект. На орбите есть корабли. Один транспортный корабль. Отслеживать. Так, транспортников у меня полно. Перемещайся пока сюда. Правда, долго будет перемещаться. Надо дозаказать, короче. Попросту дозакажем, а вы, короче, сидите на месте. Так, будет быстрее. Один транспортный корабль там нужен, да? Я правильно понял? Один транспортный корабль. Один транспортный корабль. Погрузить всех. Давай быстренько сюда. Исследуй проект. Так, заказ идет. Все нормально. Живем. Тяжелый линкор. Робтяж. Тяж, торпед. Артистик. Бронеторпедник. От этого парня да закажем. Так, там кто приперся? Что за сволочи? Ты такой? Нет, не ты. Где? Кто-то прыгнул в систему из Корусанта. Или мне показалось? Надеюсь, что показалось. Вот они, козлы. Летят сюда. Пошли вон. Пошли вон, засранцы. Я все сделал за вас. Я сейчас их атакую, если они полезут. Не, вроде сваливают. Молодцы. Молодцы, молодцы, что заключили пакт. Объявляет империю Мишар своим соперникам. Это хорошо. Я собираюсь их вынести в ближайшее время. Сейчас главное, чтобы мой транспортник исследовал этот проект, и никто ему не помешал. У нас опять куча мусора появилась, строительных кораблей всяких, из-за того, что мы интегрировали Экве, нам надо будет это все уничтожить. Ну что, изучаешь? Надеюсь. Да, изучает. Молодец. Как долго планируешь этим заниматься? Четыре дня? Взрыв, предназначенный для открытия шлюза, прошел по плану, обеспечив команде исследователей возможность войти внутрь. Однако, сдетонировала не только взрывчатка. По неизвестным причинам, возможно, в качестве ловушки в шлюзе, помимо ожидаемого кислорода, оказался сжиженный взрывчатый газ, что привело к большей мощности взрыва, из-за чего команда взрывников погибла. Остается надеяться, что эта жертва того стоит. Печалька. Бедняги погибли. Но это на благо. Так, ну чё, 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 чё дальше? Ещё чё-то надо. Команда подрывников. Локальный выброс мощности. То есть мой корабль, который я заказал, погиб. Отправить команду специалистов подрывников к одной из сторон крепости, чтобы они попытались взрывом открыть шлюзовую камеру. Так, на орбите есть научный корабль. Научный корабль где-то рядом. Сейчас найдём. Правда, мусор, да хрень, ещё рядом тоже. Чего не хватает? А, мы уже выбрали другой проект. А как я отправлю подрывников? Где мне взять подрывников? Я не понял. А, уже высадились, да? Локальный выброс мощности. Локальный выброс мощности. Понятно, но всё происходит и без меня. Отправленная команда обнаружила, что путь ей преграждает массивная переборка. Они докладывают, что справа от них есть утопленная ниша, где расположен постамент и какое-то устройство из того же черного металла, что и сама крепость. Им кажется, что это устройство должно открывать переборку. Глава команды исследователей описывает его как три вертикальные опоры, расположенные на равном расстоянии по периметру верхней части постамента с тремя кольцами, металлическими фигурами в форме тороида различного размера вокруг крайней и левой опоры. При этом, самое маленькое находится вверху, а самое большое внизу. Разместить металлические кольца вокруг двух оставшихся опор. Поискать углубление в форме тороида на переборке. Поменять расположение металлических фигур на опорах. Это что, загадка, что ли? Убрать центральную и крайнюю правую опору от педестала. Блин, надо подумать. Так, ладно, я что-то не могу себе представить эти фигуры в форме тороида. Вот. Фантазии не хватает. Так что будем тыкать все подряд. Разместить металлические кольца вокруг двух оставшихся опор. Так, еще раз, пожалуй, там была команда исследователей описывает его как три вертикальные опоры расположены на равном на равном расстоянии по периметру верхней части постамента. С тремя кольцами металлическими металлическими фигурами в форме тороида различного размера вокруг крайней левой опоры. При этом самое маленькое находится вверху, а самое большое внизу. Кольца вокруг двух оставшихся. Вот это можно попробовать. Может, поможет. После того, как был объявлен план действий, команда попыталась выполнить его в жизнь, воплотить его в жизнь, но на мгновение на мгновение все затихло, а затем послышался нечеткий скребущий шум. После еще одной паузы раздалось слабое шуршание, а затем в течение пяти секунд резкий нарастающий звук. Потом наступила долгая тишина. Нам потребовалось несколько минут, чтобы понять, что экспедиция погибла. Блин, да вы задрали. Ну, блин, там же написано, что эти кольца, короче, находились у одного. Блин, ну все правильно. Я правильно все сделал? Вроде. Ни криков, ни призывов о помощи, по крайней мере, можно надеяться, что их смерть была быстрой. И через четверть часа медленный и тяжелый скрежет предположительно указал на то, что сработавшая ловушка вернулась в исходное положение. Некоторые из присутствующих подтверждают, что это было похоже на инопланетный хохот. Да вы задрали! Ржут на там, да, и шеется поганый. В конце концов, крепость издала еще более тревожный звук, когда на ее системы защиты вновь было подано питание. Опять питание подано на системы защиты. Ненавижу эту крепость. Адская месива. Так, блин, видеть бы этот постамент, чтобы я понял, как он выглядит и что делать, так представить в голове не могу. то, что прочитал адский. Да мочите этих тварей, они задрали. Срочно мочите. После уничтожения средств защиты вокруг древней конструкции мы, возможно, найдем способ изучить ее тайны, проникающие туда и перемещение внутри могут... Лучше держитесь оттуда подальше. Так, нужно дозаказать кое-что. Еще раз придется. Раз уж мы потеряли, да? Так, где это у нас? ближайшая система. Я пока не закончу. дать доброн. Это я понял. А, уже не нужно отправлять, да? Уже не нужно армию отправлять. Хорошо. Уже без этого обойдемся. Ну, хоть на этом спасибо. Так, дайте дозакажу еще кораблей. Командный крейсер. Щит снова восстанавливается. И здоровье. Так, и что дальше? Что дальше? Мишар объявляет империю своим соперником. Лайт. Сключили пакт о ненападении. Боевая станция флотилии. Ну, мы ждем. Мы ждем, и что будет дальше. Так. Видимо, мы задержимся на... Задержимся в этой серии друзья, я думал мы быстренько разберемся, но пока чуть не выходит Нужно дозаказать колонистов, колонисты кстати уже заказаны, люди, давайте мы их отправим Они же у нас любят континентальные миры Вот сюда, хорошее местечко Блин, правда не могу почему-то, видимо там живет кто-то, жаль Или не жаль, вот еще одна хорошая системка Исследование завершено 54, 84, что-то еще, ресурс Ресурс можно было бы Прыжковый двигатель, о, вот кстати исследование Эта технология будет доступна, еще она дает Прыжковый двигатель, технологическое чудо, оно расщепляет пространственно-временной континуум и Перестраивает его на квантумовом уровне, до получения идентичности с точной, с точкой назначения В итоге корабль почти мгновенно прыгает из одной системы в другую Охрененно Охрененно Учим, учим Продолжительные жизни лидера, гидропонные фермы Ресурс Ресурс Пригодится Не совсем понимаю, что мы сейчас делаем Я жду просто Мне можно вас атаковать? Нет, атаковать я пока не могу Блин, возможно нужен все-таки десантный корабль Сейчас мы дозакажем Посмотрим Брон линкор Рок линкор Авианосец Брон линкор так хорошо здесь тоже чем нужно арт-крейсер лошадь или кресибитель лазерщик торпедник так да заказываем июнь что это было гражданские летают или что научный корабль ты же ничего не можешь сделать да ничего да этим тоже ничего не сделать транспортным кораблем игра зависла или что я не понимаю я не понимаю что происходит так орки орков и заказываем я пока подожду минут пять еще подожду вот если ничего не случится если нам не предложат еще раз взломать эту штуку то я улетаю оттуда я не знаю короче что делать с этой крепостью сколько систем сразу стали доступными для колонизации благодаря тому что мы приблизили к ним империю супер ну либо ее больше нельзя взломать может я допустил одну ошибку и после этого как бы все и не то возможно как то так ждем короче пару минут потому что никакого проекта не дали проекта нет вот загаечная крепость все команда исследователей была отправлена чтобы найти способ предотвратить ну вы поняли возобновление ее питания и ничего не происходит с тех пор предотвратить преображение очень интересно что это даст нужно попробовать приспособленность тоже неплохо бы выучить давайте преображение просто посмотрим что это такое когда выучим ладно знаете я позже попробую еще раз сюда вернуться вот но пока что я пожалуй уведу флот про серию завершать уже ребят такое дело иначе никак нужно короче возвращать флот на базу пусть улетает вот этих ребят нужно улучшить где бы они не находились а это наши новые члены давайте им движки поменяем что ты не улучшаешься дружище какие то лаги короче не могу даже им управлять наушники наушники оттуда тоже надо увезти пусть пока отступит и транспортник тоже поблизости оставим потом пригодится и 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 с и и и и представить эту эту хрень, которую они там описали, чтобы понять, чего они от меня хотят. Если бы они картинку хотя бы показали, тогда бы было более понятно, чтобы визуально определить, что они хотят. Так, я не понял ни хера. Ну, как понял, так и сделал, кстати говоря. Вроде все правильно, мне казалось. Выбрал. Так, ладно, ждем, 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 чего мы ждем. Холонист появился. Давайте мы поселим этих орков где-нибудь напоследок. Где-то здесь есть арктический мирок, вот этот, по-моему. Летите, друзья. В одном прыжке. Ну, ладно. Флот уже как-то сам долетит, вам на это смотреть незачем. Давайте подведем небольшой итог. Три левиафана убита, получили ресурсы, исследования, вот сейчас учим движок на основе, вот этот вот прыжковый двигатель на основе как раз-таки тех технологий, похоже. Наверное, я не уверен. Да. Восстановили систему, там полно планет, пригодных для колонизации, круто. Ну и, конечно, крепость, к сожалению, ничего не вышло с ней. Пока что, пока что. Я не сдаюсь. Просто чуть позже с этим разберемся. Сейчас пора уже, короче, копить силы и воевать с куварьянами. Надо их, короче, наказать. За то, что они проснулись. Надо было и дальше спать. Хотя я и тогда бы на них напал бы. Ладно, я пока с вами попрощаюсь, друзья. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И увидимся в следующих сериях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok